Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, глава Китово. Не самое лучшее перечисление того, что ждет нас, если мы не будем слушаться Бога. Но давайте еще даже на полшага назад отступим и поймем, что нас предупреждали раньше. Помните, в главе Риеном было сказано, смотри, я сегодня предлагаю тебе благословение и проклятие. А что значит сегодня? А вчера, а завтра? Сегодня потому, что написано по истине такой глубокой у человека из сегодняшней дыни. Когда человек начинает что-то откладывать на завтра, на потом, на тогда, никто не знает, а может этого дня у него может и не быть. Ты же человек, так сказать, не самое главное существо. Есть Бог, Он знает когда что. Поэтому именно сегодня, именно сейчас нам надо принять правильное решение. Именно сегодня, именно сейчас, как мы проживем этот день, оцениться нашу жизнь. Вот так надо жить и так надо оценивать эту ситуацию. Поэтому нас предупреждают, что сделаешь это будет, то произойдет так и так далее. Обратите внимание, вот еще Раби Шимон объяснял им, что борьба, вот это вся сосуществование, которое ведет человек, это не необходимость, а наказание. В чем наказание не сверху, а мы сами так повернули эту ситуацию. Ну, например, там, взял бракованный пейджер, да, взял, он взорвется, например. Тебя, ты сам виноват. Шутка. И это наказание, вот это вот, то, что мы ведем борьбу за сосуществование, является примером божественного принципа, согласно которому все соответствует чему? И представляет себе оборотную часть этого поступка. Человек, согрешивший гордыней, должен быть доказан унижением. Согрешивший жадностью, будет наказан нуждой. Если человек изменяет своему назначению, давая свои способности в погоне за только земными благами, жертвовать своим умом, чтобы всех превзойти, там, ухватить лучший кусок, он будет еще глубже погружен в водоворот и все время будет бороться за существование, вместо того, чтобы хоть сесть и немножко подумать. Обратите внимание, 613 заповедей, 613 советов, ведущих к Богу. Но для одних, для одних это 613 неудобств, а для других это 613 пути, ведущих к Богу. Но это разные вещи. Мы с вами ждем, читают там благословения, проклятия, но обратите внимание, все эти благословения и проклятия, написанные в нашей голове, придут к тебе и настигнут тебя. Вэй и си гуха, такое слово. Есть несколько объяснений этого слова, и частик связанных с тем, что это же слово используется в проклятии, придут к тебе и настигнут тебя и так далее. О чем вообще разговоры? Что значит настигнут, придут? Волшемтов предлагает свое объяснение, которое следующим образом звучит. Благословение должно прийти к тебе и остаться с тобой. С тобой настоящий. Итак, что это означает? Часто в жизни мы видим, когда человек какие-то, ну все хорошо у него там, заработал, все, он меняется. Успев в бизнесе, крепкое здоровье, там, высокое положение, это все меняет человека. Могут сделать его, там, знаете, становятся ленивым, гордыня там и так далее. Вдумайтесь, пожалуйста. Таким образом, отрывок истории можно понимать как наставление нам такое. Благословения, которые вы получите, не должны вас изменять. Не дайте какому-то там богатству или там удачи или чего-то ослепить вас. Оставайтесь простым нормальным человеком. Таким же, как были до того. И тогда все сохранится. И такой же мотив проследуется, вот когда мы вот это и весь себя пишем. Когда речь идет о проклятиях. Эти проклятия должны прийти именно так, не задевая ваших личных качеств. Когда с человеком случаются неприятности, это калечит иногда его. Он не может справиться со своей бедой. Мы видим перед собой совершенно другого человека. Сломленного, порой озлобленного. А Тора говорит нам, даже в самых тяжелых вот этих проклятиях и несчастьях, ни в коем случае вы не должны. Если вы будете сохранять вот природу свою, нормальную веру в Творца, все пройдет. Совсем немного отделяет нас от Руша Шана. И нет более подходящего времени, чем доказать делом, что мы являемся теми, кому следует смысл выделить на следующий год. И что мы не неблагодарны по отношению к Всевышнему. И что мы ценим все блага, которые произошли с нами и он нас насыпает. Да, благо, потому что утром человек проснулся, благо, рука работает, благо и так далее. Можно пройти, можно с утра сесть пересчитать, и уже не хватит того, что у нас происходит. Мы должны какие-то взять на себя планы. Мы должны показать, фу, и Всевышнему, что мы тоже хотим работать. Что-то добавим, одну заповедь там, только все это записать. Потому что иначе можно ошибиться. Если мы построим правильный бизнес-план, если мы честно подойдем к тому, что мы натворили в прошлом году, и возьмем на себя обязательство на следующий, точно Бог поможет нам и даст нам хороший, добрый, сладкий следующий год. И может быть уйдут все эти неприятности, проклятия и останутся в прошлом. Браха вас, лоха, хороших решений нам перед Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok